Начинаем с вами родительственное занятие с первой и важнейшей группой задачи другого. Мы играем в роль фермента. Функция называется ферментативная. Для того, чтобы разобраться с ним, что это такое и насколько это важно, нам придется сначала с двумя важными общими мышцами, главными вопросами. Может быть, кто-нибудь из вас слышал такое слово «катализатор». А кто может попробовать объяснить, что в химии называется катализатором и какой процесс, соответственно, называется катализмом. Слово слышали, а что значит, непонятно. Пробуем. Катализатор такие вещества, показывающие, определяющие следы, которые... Черт. Ну, нет. А, индикаторы... Нет, это индикаторы. Это совсем другая история. Индикаторы, кстати, не все параметры среды показывают. Катализмом, может быть, это вещества, которые не дают одиничного... То есть, так, с другими реакциями, реакциями попадает. Так. То есть, без катализатора не реагируют, а с катализатором не реагируют. Вот это зовут фантастика. Если молекулы не могут вступить в химическую связь, вот не могут, да, никакой катализатор не поможет. Катализатор – это вещество, увеличивающее скорость реакции. Но достаточно хитрым образом. Поэтому, для начала, давайте подумаем. А в каких единицах вы бы предложили мерить скорость химических реакций? Это вопрос. В каких единицах вы бы предложили мерить скорость химических реакций? В секундах. В секундах и в наносекундах мерится время, а это не скорость. В каких единицах мерится скорость движения? Километра. Нет, километра в час. То есть скорость движения – это отношение пройденного расстояния ко времени. Хорошо. В каких единицах вы бы предложили мерить умность человека по математике? По церкви. Или скорость математического мышления? Скорость математического мышления. Решенную задачу. То есть скорость – это всегда отношение чего-то ко времени. Количество реакций. Итак. А как вы будете считать количество реакций? Восьмые супермикроскопы будете считать. Раз – реакция, два – реакция, три – реакция. Или как? Итак, скорость семейческой реакции. В каких единицах вы умеете? Метры в секунду. Метры в секунду. То есть реакция побежала, побежала, побежала. Да, на метры в секунду. Ага. То есть реакция медленно побежала. Миллиметр в секунду. Ребята, а в ходе реакция, что происходит в существу? Количество реакций – час. А как вы просчитаете реакцию? Выброшенная энергия в секунду? Можно так. Но дело в том, что энергоэффекты реакции штука достаточно сложная. В разных реакциях она будет выступать совершенно по-разному. И вы здесь универсальную величину просто не получите. Такую величину, которая подходила к октябре акции. А можно прочее. Берем кимическую реакцию. Один газ взаимодействует с другим газом. Что получаем результат? Одного. Отлично. Получили. Там оба же написано О2. Еще раз. О2 же написано. H2 плюс О2. Правильно. А если считаете количество атомов слева и справа, значит реакция. Здесь сколько кислорода? Два. Два. Вот этот коэффициент, коэффициент уравнения реакции, как раз и ставится для того, чтобы... Простейшее правило. При взятии реакции выполняется. Количество атомов слева, то есть до реакции, для каждого вещества должно равняться с количеством атомов справа. Для этого уставляется коэффициент. Отлично. Это, кстати, что значит, какой объем водорога надо взять по отношению к объему кислорода, чтобы реакция прошла полностью. Два к одному. Два к одному. Два к одному. Вот тогда весь водорог превратился в угол. Каких же единиц, хмей. Я мог вам написать какую-нибудь другую реакцию, более сложную. Ради бога. Может быть, в молекулах уже лучше. Количество произведенных молекул. За единицу времени. Я считаю, что никакой человек, если он не безумец, не будет считать молекул по-обороту. И все лучше, чем молекулы. Молекулы. В семье есть способ отсчета количества вещества, как раз молекулы. Да, ну, совершенно верно, число авгадр для газа, допустим, работает. Но это тоже, в очередной, способ объяснить, ну, допустим, там, в теплах, что такое число авгадр, я, конечно, смог, но надо уже обучаться. Вот. А более простой пример. Можно, то, что сейчас предложено, в штуках молекул, которые происходят за единицу. Время, а еще... А масса весят. Конечно. Масса вещества, которое произошло за единицу времени. Это понятно? Ведь продукт реакции будет что-то весят. Будет что-то весят. Ну, давайте смотрим. Взвешивание вещества, это операция достаточно простая. Согласен? Да. Хорошо. Ну, вот теперь давайте посмотрим, почему надо. Специально это обратили в него. Проводим эту реакцию при таком условии, первоначально. Берем одинаковые объемы кислорода и газа. Равные объемы. Скажите, пожалуйста, в этом случае, весь ли водород сможет превратиться в воздух? Нет, не весят. И вы получили какую часть от возможной массы? Какую часть от возможной массы вы получили? Аж два, а два... Нет, ну, на самом деле... Три четверти? Нет, ну, на самом деле молекулы воды, она же как исправлена? Аж два, аж два, аж... Сколько они весят? Два миллиона. Двое. Один кислород сколько же есть? Шестнадцать. Шестнадцать. Водородная масса вода. Знаете, молекулярная масса в результате восемнадцать, да? Хорошо. Но вопрос. Весь ли водород вступил в эту реакцию? Нет. Нет. Просто не хватило кислорода. Согласен? А теперь во втором, вторую стану. Я провожу эту же реакцию при других условиях. Я беру водородов в два раза больше, чем кислородам. Вопрос. Я получу такое же количество воды, такое же масло воды или больше? Больше. Больше. Скорость реакции в данном случае увеличу? Да. Поскольку реакция идет очень бурно, ну, химик бы меня здесь побил и правильно бы сделал. Но мы с вами, на нашем уровне, можем считать, что реакция идет без отраты времени. В результате за одну дницу времени у нас в этом случае произошла меньшая масса воды, а вот в этом случае больше. Вопрос. Скорость какой реакции выше? Первая или вторая? Второй, конечно. Второй. Теперь. Вещества, увеличивающие скорость реакции, вроде как называются катализаторы. Ну и что в данном случае? Водород – это катализатор данной реакции. Скорость увеличилась. Не катализатор. В чем дело? А дело в том, что после реакции у нас водород остался или нет? Вот после реакции, когда Вещества прореагировали, водород остался или не остался? Масса водород не остался. Газ, водород остался? Нет. Нет. Он вошел в состав, прогулок. То есть в ходе реакции масса водорода у нас изменилась. Вот у нас масса газоводорода до реакции, а после реакции его вообще нет. Так вот, Вещества, которые меняют массу в ходе реакции, это сырье для процесса. Это тот материал, с которым результат скрывался. А катализаторы – это хитрые Вещества. Они влияют на скорость процесса, но сами при этом не расстрелываются. Сколько было катализаторов до реакции, ровно столько же остается и после. Итак, определение катализатора. Катализаторы – это вещества, увеличивающие скорость реакции, в ходе которых сами катализаторы не расходуются. Сколько было до реакции, столько осталось и больше. Такой простой пример. Мы с Вами уже говорили про неустойчивое вещество H2O2. Что это за вещество? Перекись водорода. Перекись водорода. И если перекись оставить в покое, то со временем, совершенно самопроизвольно, перекись будет расходаться. По-моему, статистически будет выделяться молекулярно, вы, извините, атомарным словом. Но дальше-то как дело пройдет? Вот как дело пройдет. Поскольку у Вас в пузырьке не одна молекула, а много молекулы перекиси, то этот процесс происходит одновременно в разных местах и много раз. Что немедленно сделают оба эти атомарные кислороды. Они соединятся. Да, они соединятся. И в результате выделятся обычные молекулярные безобразные кислороды. В норме этот процесс идет медленно, но совершенно неуполенно. Остановить его не надо. Детализатором этого процесса является один из благородных металлов – платино. Дерево – платино, разумеется. Нет, какие металлы, какие они называют. Это не совсем химическая номенклатура. Благородные называют металлы, которые не исследуют кислородом, не ржавеем. Типичный благородный металл – это золото. Но если не в химическом, а с бытовой точки зрения, то платино – это металл, который в несколько раз дороже был. Платинное, я совершенно спокойно вам рассказываю про платиновый катализатор. Несмотря на то, что таким образом рвануть может так, что вам никому не покажется, я абсолютно уверен, что никто из вас и никогда не будет иметь дело с платиновыми катализаторами. Слишком дорогой это место. Про менее экзотические катализаторы я вам, естественно, рассказывать не буду. Знаю я вас. Как только узнаете, каким образом что-нибудь может рвануть, ради интереса вы наделаете голос. Поэтому про платьину говорим, а про какие-то бытовые вещи не говорим в этом месте. Если я беру полбоку, свеженькое пельце, только что сделано, и бросаю туда пластинку, вот платьинного пластинка, то внешне может показаться, что пластинка нагрета просто докрасна. Почему? Ну, совершенно так же, как чайники типа, после того, как вы включили ток, пошел разогрев элемента, и пошли пузырьки испарились. Так вот, с поверхности платины, вот эти пластиночки, тут же прилетят пузырьки. Только это не пары воды. Что выделяется? Кислород. На поверхности платины процесс, вот этот процесс, ускорился во многом-много раз. Кислород O2 не успевает растворяться в жидкости и выделяется в виде газа. Дальше. А дальше я беру резец из пиртого сплава и режу эту пластинку в мелкую стружку. И во вторую полку, с перечью, я бросаю приборщину платьиновых стружек. Ровно столько же, по мастеру. У меня молниеносно вскипает весь объем. Срабатывается. То есть выделение кислорода пошло намного более бухно. Кто догадался, в чем дело? Пока пластинка целая, да? Могут кому-то сказать, что блазненькая целая, она затрагивает меньше воды, чем когда она растет. Абсолютно верно. В геометрических терминах отказывается учать. Вы увеличили площадь контакта. Площадь контакта. И, соответственно, у вас процесс пошел значительно более бухганным. Ну а если вы взяли платину и растерли ее на частицы, размер которых соизмерим с крупными молекулами, такое состояние будет называться коллоидная платина, и ввели коллоидную платину в третий, то в этой комнате никого не осталось. В чем дело? За малую долю секунды весь кислород, который лишен кислорода, который был в платине, совершенно молниеносно перешел в безобразное состояние, объем увеличился за долю секунды во много раз в системе, и у вас оба разорвалась очень большая сила. А если он будет в роли железа, он не сможет этого введить? Глупости лучше не делать, даже в роли железа. Вот теперь, после такой флотной, нужно немножечко пообсуждать, что такое ферменты. Определение ферментов. Это биологические катализаторы белковой природы, ну, то есть состав которого ходит белковой природы. Потом вы увидите, что есть исключения. Есть недолговые ферменты, но об этом попробуем. Ну и для того, чтобы дальше успешно можно было разбираться с тем, как устроены, как работают ферменты, проведем первую, попробуем решить, первую затопку. Вспоминайте образование ферментных сферок, соединение двух аминных сферок. Они будут соединяться, если две молекулы как угодно друг к другу подсунут, или только если развернутся строго определенным образом. Нет, надо подсоединить амин к... Амин к рапатфин. Да. Хорошо. А как по-вашему? Ведь соединение молекул пройдет за счет температурного движения, которое хаотическое. Как по-вашему? Какая часть столкновений будет приводить... Вот есть две аминные числоты, две молекулы столкнулись. Какая часть столкновения будет такие приводить к образованию света? То есть они столкнулись так, как надо. Небольшая, это мягко говоря. Примерно одна миллионная. Примерно одна миллионная. Вообще в остальных случаях, да, столкновения было. Но не та часть... Не кей части про взаимодействие. Так? Точнее, не те части столкнулись. Там не может быть приводействия. Ну а теперь представьте себе, что вы выросли, стали большим, взрослым, толстым, красивым, умным. И пошли работать в некоторую химическую фирму. И ваш шеф говорит. Слушай, вот у меня идейка есть совершенно дивная. Так? Мы с тобой вместе получим Нобелевскую премию. Точнее. Но для этого надо одно условие. Вот есть некоторая реакция. Так? Вещество А реагирует с вещество Б. И в этом случае можно получить вещество С. Правда, есть некоторый фокус. Чтобы эта реакция прошла, эти молекулы должны не Абакак столкнуться, а под строго определенным углом. Так? Реакция пройдет, если вещество А именно вот таким углом и таким образом столкнется с молекулом Б. Ну, как ламинный кислот. Если правильно, мы подвели друг к другу, то пептидная часть связи заткнулась. А если неправильно, то никакой пептид не образовался. Хорошо. Ну и вот, чтобы получить Нобелевскую премию, нам нужно 100-200 килограмм вещество С. А это значит, что надо сделать со скоростью этой реакции. Да. Желательно, чем быстрее эту реакцию запустить, да? Тем быстрее мы получим нужную массу, и тем быстрее получим Нобелевскую премию. Ура! Предлагаете методы. Вот. Пока без всякого катализатора. Простые и понятные методы увеличения скорости семейской реакции. Загревание нагревания. Так, первое. Нагревание. Почему при нагревании скорость реакции возрастает? Потому что вы увеличиваете количество самих факторов столкновения. А давление? Второй вариант. Давление. На самом деле приведет ровно к тому же самому. Да. Вы сжали лицо, у вас же не все время, просто больше факторов столкновения происходят. Дверь. Так, второе давление. Ну и третий классический способ. Тоже. Да, концентрацию повысить. Просто повысить концентрацию исходных продуктов. Опять же, ровно то же самое. Получим вероятность их столкновения. Понятно, что эти все три способа работают на одно и то же. Повышение вероятности столкновений маленьких. Ну а теперь пришел какой-то ботаник-лаборант в вашу лабораторию и говорит, вот это вот все остальное. У меня гениальный способ есть. У меня есть нано-гаишник такой, маленький-маленький гаишник, который будет просто ориентировать молекулы в нужном образе. Пускать их друг к другу, только если они становятся нормами. Ну и если большая часть столкновения проходит в нужном образе. Что у нас с выходом в реакцию происходит? Ну ничего. Причем не в разы, а во сколько раз? Миллиарды. Ну не в миллиарды. В сотни. Ну в сотни тысяч, может, миллион. А вот и мы посмотрим, как гаишник работает. Вообще-то каталис – это одна из таких, ну как бы сказать, уже высокопрофессиональных, очень фигуристых тем химия. То, что я вам сейчас буду вещать, прямых ошибок не содержит. Но упаси вас Бог считать, что все на самом деле так и происходит. Происходит все, конечно, немножко иначе. Это во-первых. Так, мы будем с вами разгорать геометрическую модель каталисов. Хотя более адекватной является другая, энергетическая. Но энергетические модели для понимания достаточно сложные. Так мы с вами на простой модель смотрим. У нас с вами простая рабочая задача. Примерно представить себе, как и за счет чего происходит глобовый каталис. Как работает фермер. Итак, берем некоторое глобовое глобо. Вот оно. Глобовое глобо не распадается, потому что в ключевых местах связаны межрадикальными связями. А теперь связи держатся. Глобок может изменить свою форму? Нет. Нет. Форма остается та же самая. Радикалы на поверхность, в зону контакта, направлены все время одни и те же, и гонят все время меняются. Меняются? А одни и те же. Одни и те же. Химические свойства этой глобо остаются в состоянии. Все слабо. Так вот, у большинства ферментов, большинство радикалов, которые здесь торчат, гидрофильны. А это значит, глобо притянут? Да. Да. В результате что оно получит? Поверхность фермента всем оказывается похожа. Водой. Да, водяная дипольная, которые просто притянулись сюда. Иногда такую свиту белка называют водяная шуба. Такое масштабное соотношение на топливо? Даже, пожалуй, диполь поменьше. Белки – это гигантские молекулы. Значит, итак, большая часть молекулы белка перекрыта в водяной шубе. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот теперь какое-нибудь вещество с улицы сможет ли прореагировать вот этим радикалом? Нет. Какой участок молекулы открыт для взаимодействия? А вот этот. На нем никаких репетов нет. Вот эта часть у фермента будет называться «активный центр». Именно здесь и будут развиваться все главные сайты. То, что я вам сейчас буду показывать, является упрощением. Реально, как я уже сказал, немножко не так. Но я хочу, чтобы у вас картинка замкнулась на том уровне, который вы можете себе представить. Итак, представим себе, что у вещества А и вещества В, которые мы должны соединить друг к другу, есть полярная группировка. Так, просто у них есть эквивалентная полярная связь. Хорошо. Распределение плюсов и минусов на них следующее. Вот так распределены плюсы и минусы на них следующее В. Есть у нас вот такая карточка. А теперь, на радикалах, которые вообще-то вот здесь, тоже есть полярные группировки. Как они располагаются? Они располагаются вот так. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, магнит действует на гвоздик, только когда вы прижали магнит к гвоздику или на расстоянии? На расстоянии. Ага. Эктермагнитное взаимодействие может происходить на расстоянии. Отлично. А вот когда вы смотрите, есть молекулопад. Будет ли она притянута к организативной молекулы? Да. Смотрите внимательно. Да. Да. Каким угодно образом, строго определенным. Строго определенным. Да, строго определенным. Вот положение завершивания включения. Вот положение завершивания. Вот как сможет стать молекулопад. С тем, чтобы вот этот ее плюс оказался вот здесь, вот этот минус. Вот здесь минус минус. Молекулопад заняла единственную возможную позицию. Ее притянут. Вопрос. Молекулу Б. Будет ли притянута или не будет? Будет. При этом она окажется притянута в любой позе или в строго определенной? Строго определенной. Вот молекулы Б. Почему она так притянулась? А положение ее завершило. Обратите внимание. Что произошло? Эти две молекулы встретились друг с другом в произвольные точки или в строго определенной точке молекулы? Строго определенной. Иначе они здесь просто собраться не могут. А это как раз реагентная группировка. Те группировки, которые могут вступить во взаимодействие. Как только они собрались, в этой точке произошла интересующая наследность. А теперь вопрос. А подчиничные реакции свойства и вещества становятся трижними или меняются? Меняются. В результате, как только эта связь замкнулась, у нас осталась молекула А и молекула Б? Или нет? Нет. Нет. У нас теперь какая молекула здесь висит? Молекула С. А у молекулы С такие же свойства, как у А и Б? Нет. Нет, другие. Нет. Но вспоминайте, берем водород, берем кислород. У каждого из газов есть свои свойства. Вступили в реакцию, получили артболок. Свойства А2О такие же, как у А2О? Абсолютно другие. Абсолютно другие. То есть у вашего кондукта свойства другие. Каждый из этих участков притягивал, один притягивал А, а другой притягивал Б. Скажите, кто-нибудь из них С будет притягивать? Нет. Конечно, не будет, это другой вещь. А теперь, молекулу С имеет прогресс, экономится пространство? Нет. Нет, не имеет, что оно с другим? А на улице. Молекулу, целое тело. Освободились площадки. Если в расторе плавают еще А и Б, что произойдет? Они будут притянуто, сориентированы, провзаимодействуют, сброшены. Притянуто, сориентированы, провзаимодействованы, сброшены. В результате, до введения катализатора, до введения фермента, у вас взаимодействие, взаимодействие давало результат только в одном случае на миллион. После изведения фермента? Увеличивается. А во сколько конкретно? Сотни. Теперь у нас только одно взаимодействие на миллион дает молекулу С. А сколько процентов взаимодействия даст молекулу С? Пятьдесят процентов? Сто. Сто процентов. Все случаи взаимодействия на поверхности катализатора всегда будут к чему приводить. А к тому, что молекулу встали ровно таким образом, при котором возможно замыкание связи. Замыкание связи производства, каждая встреча дает результат. А сколько раз увеличилась скорость реакции? Конкретно. До этого, до введения катализатора, мы предположили, что каждая встреча, точнее, одна встреча на миллион взаимодействий дает результат. А теперь у нас каждая встреча дает результат. В десять тысяч раз, в восемь раз? В миллион. В миллион раз, Володя, в миллион. Вот так работают, а точнее, примерно так, работают синтезирующие ферменты. Какой процесс в химии называется синтезом? Синтез – это построение сложного вещества из более простых компонентов. В биологии такие синтезирующие ферменты будут называться анаболики. Те самые анаболики, которые неумные люди полят в себе, чтобы росла мускулатура. Ну, анаболики, конечно, далеко не только, но и все эти разные. Важно, что синтез веществ – это анаболики. Хорошо. А теперь противоположная группа реакций. А есть необходимость сделать, наоборот, другую штуку. Взять из сложной молекулы, получить строго определенное, и ее отрезать. Ну, то есть, обратное задание. Вот у нас есть большая молекула такая, да? А нам надо ее не где угодно полонать, а вот точно по этой линии. И в этом случае мы получим два разных вещества, которые мы можем. Можно ли я катализировать этот процесс? Давай. Смотрим. Вот это будет разлагающий фермент. Разложение – как у болезней. И, соответственно, разлагающие ферменты – как у болезней. Смотрим. Глоба. Вот ее активный центр. Не закрытый водой. Остальное перекрыто водяной швы. А вот теперь нам придется выделить не две площадки, как в синтезе ферменте, а три площадки. Номера дадим. Вот эта композиция РДКРУ притягивает верхний конец молекулы. Вот эта композиция РДКРУ притягивает нижний конец молекулы. Догадайте, что делает третий метр? Отталкивает среднюю часть. В результате, когда молекула притянута оказывается, смотрите, в какие условия она впадает. Вот в этом месте возникает напряжение в свете. Потому что мы вот так ее тянем в эту сторону, а в этом месте отталкиваем. Какая связь лопнет? Напряженная или не напряженная? Конечно, напряженная. В результате произошло разделение молекул. Отлично. Но как только произошло разделение молекул, свойства вот этих осколков такие же, как у целой молекулы, или нет? Свойства, химические свойства. Нет. Изменились. Вот эти новые вещества будут и притягивать в первый и второй центр? Нет. Нет, не будут. Они сброшены в расход. И вся композиция осталась свободной для того, чтобы притянуть следующую молекулу и опять же разрезать ее в строго определенном месте. Вот так работают разлагающие ферменты. И вот теперь первое. Ферменты это очень капризные катализаторы. Ну, допустим, никель, платин или какие-нибудь металлические катализаторы. Они будут инициировать огромное количество самых разных реакций. Ради Бога. А каждый фермент катализирует только одну группу реакций. Точно. На другие вещества он просто не будет действовать. Вот это свойство. Да, ну давайте напишем еще один очень важный термин. То вещество, которое вступает в реакцию, называется субстрат. Субстрат. Реакция это исходный материал, среди ее из которого будем получать то, что нам нужно. А как называют конечные результаты реакции? Продукт. В данном случае два разных продукта. При синтезе, наоборот, из двух разных субстрат, получаем один продукт. Хорошо. Итак, первая особенность фермента. Избирательность по субстратам. Избирательность по субстратам. Что это значит? Это значит, что каждый фермент катализирует только одну группу реакций. Работает с определенным субстратом. Остальное действовать не будет. Избирательность по субстратам. И вторая еще есть особенность. Помните, изменение каких условий может вызвать изменение конформации двух пунктов? Список помните? Ну давайте хотя бы некоторые пункты из этого списка. Температура, давление, аппарат, активные рестораны. Все-все, чудесно. Экономерное излучение. Чудесно, все вспомнили, молодцы. А теперь давайте подумаем. Вот у нас есть фермент, который ведет вот это преобразование. Отлично. А мы взяли и изменили PH. Вот просто PH в среде изменился. Что за фермент может произойти? Изменироваться. Он изменит конформацию. А если петли стали по-другому? Сохранится ли вот эта композиция активного центра? Нет. Сможет ли фермент в этом случае работать? Нет. Вторая особенность фермента. Избирательность по условиям. Каждый фермент активен. Избирательность по условиям. Каждый фермент активен только при определенном сочетании условий. Каждый фермент активен только при определенном сочетании условий. Поэтому представьте себе, что вы являетесь тем самым ГАИшником, который сидит внутри ГАИ. И вам надо выключить работу в каких-то определенных ферментах. Что для этого достаточно? Изменить условия внутри ГАИ. Все ферменты. А если надо их опять запустить? Вернуть условия к прежнему. Ферменты поехали. Так вот. Еще третья особенность ферментов. Если первые два условия выполнены, то ферменты имеют огромную производительность. Третья особенность ферментов. При выполнении первых двух условий ферменты имеют очень высокую производительность. То есть, ускоряет реакция в сотни тысяч и в миллионы раз. То есть, ускоряет реакция в сотни тысяч и в миллионы раз. Не просто там в два или в десять, или даже в сто раз быстрее. А в миллионы раз быстрее. Для ускорения в сотни тысяч и в сотни тысяч миллионов? Нет. Сотни тысяч. Десять пятой, десять шестой степени. Соответственно, кэпциент вскоения для ферментов пойдет. В результате может показаться, вот есть у вас фокус. Вы мне что-то там намешали, нет результата. И вы решали, что вещества, которые вы смешали, просто взяли в взаимодействии. Взяли фермент, добавили, появился результат. И может сложиться такое впечатление, что это именно фермент вызвал химическую реакцию. Черт возьми, какого не было. Катализатор не может вызвать реакцию. Он может ускорить. Просто до добавления катализатора процесс шел настолько медленно, что вы не могли отследить появление его следов. Добавили катализатор, он ускорился, и вы видите, что будет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова